Я, наверное, должен еще сказать, что я, конечно же, являюсь читателем областной библиотеки, потому что писателю, поэту приходится всегда работать над родным словом, и для этого нужно очень много читать. Ну а вот так получилось, я об этом потом скажу, когда буду рассказывать о своей книге. Конечно же, в этом большая заслуга моей покойной, безвременно ушедшей мамы, Валентины Федоровны Кузьминой. Я хочу еще представить вам моего старшего ребенка. Янули, покажись людям. Это вот та нянька, которая Сергея Александровича, которого мы с Татьяной Васильевной родили, это ребенок воспитывал с младенческого возраста. Сейчас это Янули ниже, где-то, наверное, на полторы головы, чем Сергей Александрович верен. Ну, конечно же, а какой мог сыну я еще дать своему потомку? Правда же? Только Сергей Александрович Есенин, на стихах которого я вырос. Спасибо вам большое. И я очень-очень рад видеть вас здесь всех. И, конечно же, Николая Григорьевича Горощука, потому что этот человек сделал очень много для того, чтобы загружать меня работой. Мы с Раисой Алексеевной Жмотик, вот она здесь тоже присутствует, издали очень немало книг под единой шапкой «Альномах земляки». И вот Николай Григорьевич всегда меня поддерживал и всегда помогал. Ну, конечно, а уж Раиса Алексеевна, которая была в свое время в Союзе журналистов России, она и обеспечила мне вот эти вот две двойные награды в Союзе журналистов России. Спасибо вам большое. Я рад вас видеть всех. И я все-таки волнуюсь, конечно же. Ну, еще раз спасибо. Извините, что я так волнуюсь. Как сказал Александр Анатольевич, на протяжении многих лет его книги издавались при поддержке Ассоциации землячества в Сибирской области. И вот здесь присутствует в нашем зале создатель землячества и руководитель многие годы Горощук Николай Григорьевич. Пожалуйста, скажите несколько слов. Мне поручено нашим президентам землячества поздравить Сашу тебя с необычным названием «Разговор с Богом». Правильно, что сегодня собрались как-то выразить благодарность этому человеку. Но думаю, что и поэты, и писатели – это люди, ну, как их назвать, обозвать нехорошо, а сказать, что им дар такое делал, делал. Вот если бы мне такой дар пришел, я бы, ясно, от него отказался, потому что у них мозг работает все 24 часа, без отдыху. Неважно, он может ночью проснуться, какая-то мысль, ее быстро запиши и все прочее делать, 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 делать. Ну, думаю, даже у поэтов более напряженная работа, потому что им надо очень четко выразить, коротко, чтобы всем понятным делом. Я вот очень хорошо оцениваю Климакова Евгения Михайловича дело, это наш государственник, я и не знал, что он оказывается и поэт. Я просто прочитаю, четыре строчки делаю. Я твердо все решил быть до конца упряжки, пока не вылеснусь, пока не упаду, если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойдет дело. Все, он о своей биографии, о своей работе, в общем, вот этими четырями маленькими оценками определил дело. Кто поэму читал, наверное, она интересная, можно там и дальше прочитать, дело-дело. Поэтому для поэта очень важно решить очень коротко, чтобы понятно. Дай Бог тебе здоровья на долгие-долгие годы, чтобы тебя сейчас плавалось хорошо, дело-дело. Мы твои помощники. Всего хорошего. Спасибо. Словом для поздравления предоставляется жмолдик Раисе Алексеевне, создателю альманаха землетрения. Александра Верина, я знаю, 155 лет. Больше, больше. Мы с ним начинали, он уже говорил, мы с ним начинали в журналистике. Мы вместе проводили конкурс «Сибирь – территория надежд». Это единственный большой конкурс журналистов, позитивной журналистики, который объединял журналистов всей Сибири. И вот 15 лет он член жюри, он начинал представлять Ханты-Мансийский автономный округ, а потом и в Новосибирске. Вот так началось наше с ним творческое со-дружество. И потом мы, уже будучи в Сибирском соглашении, в Ассоциации землячеств Новосибирской области, мы с ним немало книг выпустили. Это замечательный, не только поэт «Светлая голова», но он еще и замечательный организатор. Это показала наша работа над конкурсом, как он помогал своим журналистам и участвовал в оценке их работ. С наступающим Днем Рождения! Спасибо! Поздравить коллегу пришел ветеран новосибирского телевидения, смотров, Василий Иванович. Ему хотелось все большего. Не просто написать чего-то, не просто там рассказать о ком-то. А ему надо было, чтобы что-то было сделано. В Колыбане, в Ханты-Мансийске, еще где-либо. Но все-таки основное это слово. Поэтому сейчас, наверное, устал разговаривать с нами, с которыми трудно чего-то решить и добиться. Сейчас и немедленно перешел поговорить с Богом. Может быть, Господь ему намекнет, что самое главное это слово. Сначала было слово, а твое слово, его поют в песнях, оно кому-то западает в душу, лежит там потихонечку и, может быть, когда-нибудь и прорастет. Вот это главная задача твоя, как поэт. Спасибо большое за теплые слова. Ну а сейчас, позвольте, я начну, опять-таки, с небольшого экскурса в прошлое. На втором курсе Сибади, а я заканчивал знаменитый Омский автодорожный институт Сибади, один из первых у нас в Сибири. Меня как-то отловил преподаватель марксистско-ленинской философии и материализма этого научного, значит, Иван Григорьевич Янев, почитатель моей поэзии. И сказал, Верин, Саша, а ты собираешься экзамен-то мне сдавать или не собираешься? Я говорю, Иван Григорьевич, так студенческая весна идет, фестиваль студенческой молодежи у нас в институте-то. А я же на себя взял написание сценариев и всего прочего. Он говорит, хорошо. Ну ты экзамен-то будешь сдавать? Давай один вопрос мне ответишь. Я говорю, какой? Он говорит, главный вопрос марксистско-ленинской философии. Я говорю, первичность бытия и сознания. Он говорит, правильно. Тройки хватит? Я говорю, хватит. Я говорю, ну есть, тут маленькая заковыка. Он говорит, какая? Я говорю, если материя не исчезает из ничего, не исчезает бесследно, то откуда же взялась вот эта бесконечная вселенная? И здесь мы должны прийти к идее того, что есть какая-то высшая сила, которая не подвластна марксизму-ленинизму. Он говорит, хорошо, но ты об этом никому только не говори. У меня был, к счастью, кум-священник Николай Петрович Чугайлов, протеерей православный, из коми-прямяков. Он построил, отреставрировал очень много храмов. Он построил здесь, возле областной больницы, храм всех святых, отреставрировал знаменитый собор Невского в Калаване. И он часто мне говорил, верен, на тобой Бог ходит. И, наверное, в этом деле так оно и есть. У меня есть стихотворение, которое называется «Свет песен». Вот я его сейчас прочитаю. Здесь млечный путь пролег дорогой в мир, где душа всегда жива. Чтоб он из горнего чертога услышал вещи и слова. Ведь где-то в недрах мироздания божественный родился слог. И чувствует поэт дыхание, и понимает – это Бог. В его дыхании тайна песен, несущих нашим душам свет из ясных горних поднебесей, как знак, что смерти в мире нет. Нет. «Разговор с Богом». Я так устал от злобности и лжи, пророчеств вздорных, подлости подвздошной. О, Господи, откликнись и скажи, где мне спастись от них душою можно? Пошел бы в церковь я, но смурый поп под нос мне сунет вялую десницу. Он точно робот, мажет маслом лоб, не глядя даже прихожанам в лицо. Идти к врачам и вовсе смысла нет. Спасение душ неведомо их сроду. И я услышал Господа ответ. Мой сын, чтобы спастись, иди в природу. Иди в поля, иди в луга, туда, где тихий ветер бродит под одречкой, где зори ясны, где горит звезда над мирным долом, как в окошке свечка, где поутру холодная роса сверкает бриллиантом необычным, где общим хором льются голоса, и насекомых крохотных, и птичьих. Ты ляг тогда в высокую траву, ты слушай их, в восторге замирая, и страждущей душою на неву, познаешь ты мои щедроты рая. Когда бы люди знали жизни суть, поняв мою нехитрую науку, тогда бы стали ласковее чуть, открытий и внимательнее друг к другу. Но мир ваш нынче злобой напоем, в нем побеждает ложь и лицемерие, корысть и похоть, жадность и безверие. Но ты, поэт, и будешь ты спасен. Он вдруг умолк, и я услышал вздох, и я увидел, как заплакал Бог. Стихотворение, которое говорит о том, о чем говорил Николай Григорьевич, об ответственности поэта перед своим народом, перед русским языком. «Случайный гость, веселый странник, бродяга по Руси святой, кто ты, божественный посланник или еродивый простой, любимец женщин и природы, и завсегдатой кабаков, ты часто видишь через годы загадки будущих веков, влюбленный и в людей, и в землю, из вечных благ, желая им, вещаешь ты, но люди в немля глухи порочеством твоим. Случайный гость, бродяга вечный, тебе при жизни славы нет, смешной юродивый и вещий посланец Господа» – поэт. «Квастной патриотизм». Эпиграфом взяты такие слова. «Власти нам постоянно внушают гордость за страну, заявляя, Россия дала миру Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Блока и Есенина, Ахматову и Цветаеву. Но Пушкина и Лермонтова подло убили на дуэли. Достоевского, Толстого предали анафеме, Достоевского объявили антисемитом, Блока отравили и Есенина повесили. У Ахматовой расстреляли мужа и посадили сына. Цвета его довели для самоубийства. Чем тут гордиться-то? «Квастной патриотизм – опасный яд, Но с детства наш лишь мифы окружают, Нам ложь под видом правды говорят, А размышлять над ней не разрешают. Гордись и все, сомнений отбрось, Слепа же вера, верю, Но, однако, любовь к отчизне все-таки не кость, Которую хозяин дал собакам. Я Русь люблю, но только не пойму, Коль все у нас такие патриоты, Откуда в ней раздрай, И почему в чести в ней воровство, А не работа? За родину любой как будто рад И жизнь отдать, Когда беда нагрянет. Но почему же властный казнократ, Ворованное за границу тянет? Там у него и дети, и дворцы, И яхта по чешому морю ходит, А здесь же люди честные концы, Едва-едва с концами часто сводят. А кто шел в бой? В Афгане и Чечне. Незнатные, обычные мальчишки. Ну а элитным разве ж на войне Престижно гнить? Ну да, уж это слишком. Что им терять здесь? Временный свой кров, Дадидовские старые могилы, Они давно забыли, Чья у них кровь, И им давно родная Русь немила. Тот я сказал, Вот я сказал, И тут услышал виск, Со всех сторон вопятни идиоты, Ты, Русь, черниш, Где твой патриотизм? Да вот он где, Квастные патриоты. Он в том, что честно я Руси Служил своим трудом И вправду бескорыстным, Что для нее немало я сложил Душевных песен, Искренних и чистых. Он в том, что не ворую И не вру, Что так же воспитал детей И внука. Он в том, что здесь Однажды я умру, Уйду в нее, Горсть глины взявши в руку. И тот огонь, Что у меня в крови, Весной в родные травы Просочится. Патриотизм – любовь, А о любви нельзя орать, И ей нельзя кичиться. Конечно же, я не мог Не написать стихотворение О своем любимом Сергею Александровичу Есенин. Целуя губы, круглые, как о, И сладкие, как первый мед весенний, Дарил стихи. Сяхали. Есенин! Ах, Саша, как похож-то на него! Не льстило обожание подруг И омской доморощенной богемы, Мой перепев давно знакомой темы Порой никто не различал на слух. Но в этом подражании Крылся страх, Что я останусь за великой тенью, Когда и впрямь Мои стихотворения Размоются в есенинских стихах. Казалось, этот круг Неразрушим. Стихов и чувств У нас одна природа, А пушкинского и никитинского рода В обоих нас звучание души. В любви и боли Мы одних кровей. В нас отвинение жизни Рядом с пьянством И озорство На грани с хулиганством Мы с ним из русских Выросли корней. Я подрежал Сергею, Что с того? Так соловьенок Учится с усладой У соловья, Чтоб спеть свои рулады, Когда окрепнет Голос у него. Тех юных лет Ничуть я не стужусь, У мастера должны быть Подмастерья И голосом своим Пою теперь я. Ты различишь Мой свежий голос, Русь. И в самом деле Ты святая Моя расхристанная Русь, Когда в тебе жива Цветаева и самоубийственная грусть. Твоим поэтам нет спасения, Их души вечно наизлом, И потому, Тоска Есенина, Тогим завязана узлом. О, Русь, Твоя забыбенная Верю, что ты с жизнью покончил сам, Отпевается самоубийца, И на кладбище погребли, Почему же имя убийцы Не назвали, Аль не смогли? Кто тот черный, Скажи, Россия, Ты смолчала, Смолчишь и потом, И сама, Как Сергей Есенин, Упокоишься под крестом. Елизавета Константин Стюарт Называет Сибирской Ахматовой. Я благодарен Этому человеку За то, что она Вселила в меня уверенность Вот на этом Семинаре молодых литераторов Сибири и Дальнего Востока. Ну и конечно же Я написал В памяти ее стихотворения, Но я Больше Как-то Обратил внимание На судьбу другой Оригинальной Ахматовой. Римский профиль И кожа матова Я любуюсь С тобой, не дыша. Ах, ах, матова! Ах, ах, матова! Озаренная Богом душа. Над родимым Перелесками Незакатно Солнцу сиять, Незабытая Царско-сельская Возвратилась С музой опять. Что здесь Сердце искать покоя, Коль рвется К перу рука След за Пушкинской Стракою Льет Ахматовская строка. Но за дар животворный этот, Что колеблет и небо, и твердь, Сторожит всех больших поэтов До бесстыдства подлой смерти. Не спастись от ее косыном, Вот и выпала в горькой судьбе Мужу пуля, темница сыну, И разбитое сердце тебе. Как же пелось под этим грузом, Как смогла ты душу носить? Ах, Ахматова, вечная муза Всех скорбящих женщин Руси! Сколько в силу тебе осталось, Что сама испугалась смерть, Но с достоинством ты с достоинством Встретила старость, не сумевшая постареть, И с достоинством ты уходила От любимых новых сирот, Будто там впереди не могила, А таинственные лестницы взлет. Это последние строчки Ахматовские. На курсах гостей радио СССР В 1981 году Русский язык у нас вел Замечательный автор, Наверное, самого лучшего Учебника русского языка Дмитрий Розенталь Кстати говоря, Это совсем, значит, У него никаких научных званий Особых-то и нет. Он не профессор, не академик даже. Вот. И он спросил меня, Говорит, Верин, А вы кто по образованию? Я говорю, Я инженер-автодорожник. Он говорит, А откуда вы знаете русский язык? Лучше, чем знают ваши коллеги, Журналисты и педагоги. Я говорю, У меня мама Прекрасный филолог. Она знает русский язык На уровне профессора. И вот Мама-то, Маме-то я и обязан Тем, что Знаю Родной язык Ну, если не совершенствия, То, значит, Достаточно для того, Чтобы сделать простое Открытие, Которое, конечно же, Многих из вас удивит. Многие считают, что В основе русского языка Лежит санскрит. Но мы С Еленой Геннадьевной, Когда были в Машково, Я читал, значит, Лекцию о Сакральности русского языка, То, значит, Я как раз Рассказывал о том, Что Структура русского языка Она состоит Из гнезд, Которые образуют Корни слов. И вот эта структура, Которая отсутствует полностью В санскрите Она и указывает на то, Что все-таки, значит, Русский язык Это является основным Проторусский, Протославянский язык Является основным, значит, Языком, который сформировал. Потому что у индусов И, значит, в санскрите Нет гнездового образования. А это говорит о чем? Это говорит о том, Что это высший уровень Уже развития языка. Ну и, конечно же, Мама Вот натолкнула на меня Эту мысль, И я сейчас работаю Над этой новой книгой И прочитаю Сихотворение Мамины уроки. Небо зимнее Стыло низко, Вечер снегом Бросало в стекло, В нашей комнатке В Хантамансийске От старинной печурки тепло. Пляшут отцверки На половицах И в неверном печном огне Тихо-тихо Шуршат страницы. Мама книжку читает мне. Каждый вечер, Каждый вечер в любую погоду Вот семейный наш ритуал, Потому-то уже в три года Всех я русских поэтов знал. Из-за этой традиции славной Наизусть я запомнил Давно и Балду, И Людмилу с Русланом, И Топтыгина с Бородино. Те стихи, Да широкая песня Под отцовский баян фронтовой, Так и вырос я с ними вместе, И они до сих пор со мной. И в бесчисленных переездах По просторам сибирской земли Не возили мы хлам бесполезный, Лишь баян мы до книжки везли. Мчались годы, Но снова и снова Занималась мама со мной, Открывая мне русское слово, Наш язык, Бесконечно живой. Потому-то мне часто яснится В растревоженном памяти сне Пляшут отцверки на половицах. Мама книжку читает мне. Я живу этим теплым светом, Потому что душу даря, Стал я тоже Русским поэтам. Богу с мамой благодаря. Николай Григорьевич Сказал о том, что Поэту хватает Буквально Несколько строк, Чтобы выразить Настроение, Нарисовать картину какую-то. Это так, в самом деле. У меня есть Стихотворение, Которое Посвящено памяти Наших павших героев. Пусть давно Отгремели военные годы, Но в бетоне Навеки застыв И в граните Наши павшие Вы словно мощные Зоты Нашу память И родину нашу Храните. Бог для того Нас видно Создал И дал пожить нам На земле, Чтоб мы на ней Привыкли к звездам И жизни Вечности В англе. Не так ли К небу Привыкает Пока Бескрылые Стрижи, Не так ли Крылья Обретает Здесь На земле Птенец Души. Запечатлейся Дуровым Следом Красивой Песней Или холстом Чтоб Помнили На свете Этом И не забыли Бы на том Запечатлейся Славным Делом Души Нимало Не жалей И в ней Пока Не отлетела Весь мир Земной Запечатлей И к тихим Ангелам Слетевшей Быть может С гордней Высоты Его увидишь Подобревшим Его найдешь Прекрасным Ты И жители Большой Планеты Земное Бытие Любя Быть может Не забудут Это Быть может Вспомнят И тебя Ну и Конечно же Я Наверное Один из Немногих Авторов Который Очень много Пишет О детях О внуках О любви О своей Жене Наверное Пожалуй Вот Не один Из Предыдущих Поэтов И Ныне Живущих Столько Написал Сколько Я написал У меня Значит Даже Часть Стихов Татьяна Пиндюрина Сдела Вальмонах Который Издавал Книга Любы Все Начинается С любви Там Очень Много Моих Стихов Ну и Конечно же Самое Главное Стихотворение Которое Я написал Это 1984 год Как раз Год Нашей Свадьбы Татьяне Дай Бог Тебе И музыки И грома И снегопада И цветения Трав Дай Бог Тебе Сочувствие К другому И неприятие Тех Кто Слишком Прав Дай Бог Тебе И дома И дороги И холода Разлук И встреч Тепла Дай Бог Тебе Покое И тревоги Но Чтоб Всегда Ты Счастлива Была Дай Бог Тебе Грешного И святого И темноты И ясного Огня Дай Бог Тебе Не полюбить Другого Дай Бог Тебе Не разлюбить Меня Спасибо Мои дорогие Спасибо Александр Савельевич Председатель Нашего Землячества Колованского Дорогие Дорогие Друзья Я Сверином Поздаковился Не на Поле Литературного Деятия На Кробиках Проселках Потому что Я занимался Об основном Проводительского Хозяйства Развитием Фермерских Хозяйств И Личных Поксов Проселки Это Наша Была Программа Это Мы На Экранах Пропагандировали Развитие Личных Поксов Дух Хозяйств И я Совершенно Случайно Узнал Потому что Он Настолько Скромен Он Пропагандировал Свои заслуги В литературном Творчестве Случайно Отнорнул Книжку Последний Ямщик Родней Души И так далее И я стал Его ценить Душевно Не выказывая Своих эмоций Ценить его Что это Действительно Надежный Человек А когда Нам нужно Было Организовать В городе Колыванское Землячество Ну с подачи Николая Григорьевича И в 2008 Году Он стал Как бы Ячейкой Фаврика Иркальч Нет Нет Давление поднялось Берин Мезенцев Яшеметов Александр Савельевич Мы Организовали Колыванское Задача В городе Сибирске 15 лет Мы отмечаем Как мгновение И не было у нас проблем Личных отношений Проблемы всегда Увязки с высшими Органами власти Нам не удалось сохранить Камень примирения Какое значение имеет Камень примирения На Колыванской земле Где погибли 40 невинных крестьян Во время восстания Крестьянского восстания И он расшифровал значение этого Или позывы этого восстания Это было крестьянское Конечно И небезвлияние Белогвардейской Еще остатка Чаусский острог 300 лет мы отмечали Не так давно Это дружба Чаусского населения Татар И европейцев В этом году В июне Наверя отметим Отметим Показательный пример Содружества Сожительства Двух наций Двух культов Мусульман И православных крестьян И это все работает На наших глазах Это все под нашим контролем Знаете Много говорить можно Неприятно, что Николай Георгиевич Сависия Алексеевна здесь Вперед меня Жаль, что мы На полдесятого А на полчетвертого Мы ориентировались Маленько опоздали Но захватились Самое главное Дорогой друг Успехов тебе И еще раз Убедившись В дальнейшем Наша поддержка Всегда будет На вашу пользу Спасибо Спасибо Два года назад Я подарил Одну книжечку Не подарил Отдал почитать Дарисе И через год Может быть Она мне призналась Слушаем Вот такого автора Я еще Не читал Дарисе Дарисе Скажи добрые слова Автору Павел Ивановичу Мы 60 лет назад В Верхолеусе Арденского района Познакомились С этой девушкой И до сих пор Дружим Дружим Честно Честой Хорошей Прекрасной Любовью Но мы всегда Любили стихи Творчество Любили Самодеятельность Поэтому Неслучайно И Верин Вошел в нашу жизнь Не только Как вот Икона Но как просто Существо Нашей жизни Да Планировало быть В самом начале Мы обсуждали С Российской Государственной Библиотекой И с другими Федеральными Библиотеками В Майне Программу Обучения Для библиотекарей Новых четырех Регионов И вот это вот Обсуждение Большой Создал Научно-методический Совет Он только-только Что закончился И я сразу же Спустилась к вам Я хотела Действительно Вы благодарите Сказать слова Благодарности Что вы пришли Представить свою Книгу Новую В нашу библиотеку Хотела передать Слова Поздравления От Леонида Леонидовича Палько Российский Книжный Союз И издательства Вечья Да Он был Также Проинформирован О вашей Презентации О выходе Вашей книги И тоже Очень интересовался Этим Я думаю При его приезде Мы ему Эту книгу Обязательно Подарим И конечно же Должна сказать Что мы Очень рады Что такие встречи Проходят Не обязательно Собираться В 100-200 человек Чтобы получились Теплые Приятные Хорошая беседа Встреча И сегодня Она прошла Мы видим здесь Старшего поколения Но давайте С вами Еще проведем Не одну Такую встречу С молодыми Ребятами Ради Бога Тему я Сразу Вам предлагаю Рассказать О будущей Новой книге Которая Посвящена Сакральности Русского языка Спасибо Светлана Антоновна Спасибо Спасибо Спасибо